Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл Микоильян, это моя вселенная Микос Юниверс. Я очень рад приветствовать вас на моем канале. Новый формат видео для меня лично. Я понимаю, что это очень популярно на YouTube, это уже давно не в новинку. Формат видео-реакции. В общем, для меня это новый опыт. Попробовать высказать свое мнение сразу, сразу по факту. Попытаться пошутить без подготовки. Это очень сложно априори. Одно дело по сценарию или еще что-то. Хотя, кому я вру, я не пишу сценарий. С другой стороны, поэтому у меня есть столько просмотров. В общем, сама суть. В сегодняшнем видео я хочу посмотреть фильм Дмитрия Билана «Девочка не плачь». Видите, как меня колбасит? Я волнуюсь, потому что это действительно интересный формат, новый формат, когда ты сидишь с попкорном и обсуждаешь других. С одной стороны, это не очень, но с другой стороны, это довольно-таки интересно. Высказать свое мнение, свою точку зрения, субъективно, как мне кажется. И вы уже соглашаетесь, либо не соглашаетесь с моим мнением. Ладно, поехали. Дима Билан, девочка, не плачь. Конечно же, реклама. Так. Сразу по битам, по такому началу почему-то есть ассоциации с фильмом Джон Уик или Стивен Сигал, где, получается, был такой жесткий боевичок, все дела. Но, на самом деле, просто еще видел кадры из клипа, где Дима Билан был в таких очочках, но это сейчас увидим позже. Но сама суть атмосферная. Идет именно действительно вот Джон Уик, такое идет нагнетение, очень интересно, сочно. Мне интересно, вот этот вот стакан, он выглядит как пластмассовый, уже и поюзанный, не знаю, подуставший. Прошел, наверное, три этапа пользования. Прошло уже 30 лет, а его все юзают, пользуют. То ли с пятнадцатого дубля получилось снять, то ли еще что-то непонятно. Какой-то странный стакан. Либо в барах, я не знаю, где на этот раз снимали клип. Прости меня, снимали, по-моему, в Португалии. Сейчас, наверное, снимали в какой-нибудь, не знаю, в Венеции или еще где-то. Вот, наверное, такие специфичные стаканы в других городах и странах. Четкий переход на биты, на эти сочные биты этой песни. Просто этот хит, этот трек, я считаю, просто хитяра, сочный, мощный хитяра этого альбома, альбома «Эгоист» Димы Билана. Вот, поэтому все очень четко, все очень круто. Вот кошка играет. И мешает. Так, продолжим. Это транс. Надеюсь, никаких ассоциаций и никакого символизма в данном образе не было. Актриса, я так понимаю, ну, девушка-модель, красивая, замечательная, прикольная, и она играла также в клипе «Держи». Вот он, Стивен Сигал, брат, привет! Я сюда его вставлю, если никто не знает, кто это. Кто-то слишком молод. Ниже очочки для Григори Лепс. Стивен Сигал как раз сейчас подстригся, у него нет вот этой его косы, за которой он был знаменит. И сейчас он, по-моему, как раз короткострижный, похож. Как же я люблю вот такой женский макияж, он, конечно, такой прям... Таким днём не выйдешь, конечно, только в клубы, наверное. Но мне нравится вот эта подводка, чёрный глаз, прям сладость. Ну и, конечно же, биты, боже мой. Я просто, я обожаю вот этот вот... Сейчас типа что-что модно, тренды, LJ, минимум, и так далее. Блин, ну почему такую майку? Дима, всё шикарно. Дима сейчас не очень в физической форме хорошей, ещё и такая футболка, такая майка. Я хотя бы в поло сижу, я и то уважаю своих подписчиков, одеваю поло, хотя я тоже хочу... Хотя ладно, Диме всё можно, Евровидение брал, что-то там голос брал или что-то там ещё брал. Иду сквозь плотные толпы, мне снились твои слёзы замёрзшие воды. В общем, шикарное нагнетение, идёт такой вот чёткий переход. Сейчас включились вот эти светлые фонари, идёт припев, такое идёт освещение а-ля ангела, не ангела. Всё круто, всё чётко. Нагнетение, клуб, шикарная атмосфера, всё замечательно. И просто что вот это такое? Я просто... Что это за La La Land? Я просто не понимаю. Зачем вот это сюда сейчас? Какой-то вот романтизм, мюзикл. Это всё равно, что я сейчас недавно смотрел фильм. Сейчас, походу, должен вспомнить, как он называется. Русский фильм, по-моему. Какой же фильм, например, он, например. Шикарный заряд, какой ещё у нас. Всё не так вот, всё не так вот. Ну вот это танцы, чётко, да, согласен, трек такой кочёвый, танцующий. Но ты когда... Вот что меня иногда в клипах убивает, когда немножко не сходится концепция. Вот как вот у... Я бы трубку курил, если я был моряком. Клип Федука. Так там вообще не было ни про трубку, ни про моряка, ничего. Ну чётко же было, когда бы был добавлен такой образ. Так вот, у меня есть пара вопросов ещё к клипу «Прости меня». Пишите в комментариях, что данный формат вам зашёл. И разбери «Прости меня» клип. Вот этот трек я очень хочу разобрать. Очень давно есть что сказать. Я там вообще... Меня дико мобит. Я очень недоволен. Если вы хотите увидеть обзор, пишите об этом в комментариях. И что вот это такое? Ну это, во-первых, мне кажется... Я даже не смотрел фильм «La La Land», но я уже помню такие цвета на главных героях. Вот, где был мюзикл. И вот эти вот танцы, да? Ну блин, когда ты придерживаешься такой чёткой, вот этой брутальной, офигенной тематики, ну так держись ею. Зачем вот так вот уходить в сторону? Блин, даже не знаю. Немножко робидно. Потому что мне кажется, вот этот вот «Sunshine Happy», «Happy Style» Фаррелла Уильямса немножко сюда вообще не в тему. Или вот они продолжают эти же танцы в клубах. Ну просто танцы в клубах, в клубах так не танцуют. Решать только тебе, верно. В общем, я просто, я дикий фанат Димы, но почему-то я считаю это халтурой. Пусть меня сейчас закидают, как помидорами, тапками, чем угодно, да, и скажут, что нет, ты что, это красивый танц. Но я считаю это халтурные танцы с такими ресурсами, с такими возможностями, которые есть у Димы. Он мог нанять шикарных хореографов, сделать что-то вроде 5-6 человек. Ну я просто, ладно, хорошо, это мое субъективное мнение, это мое, опять же, какие-то впечатления. Мои ожидания, как говорил Андрей Аршавин, мои ожидания, это мои проблемы, да. Вот, как я вижу, просто, мне кажется, четко, эффектно и замечательно, невероятно и круто, когда несколько, 5-6 человек танцуют синхронно. Здесь 2 человека танцуют синхронно, да, здорово, но танец очень простой. А если бы было 5-6 каких-то четких движений с выходами, вау, была бы вообще бомба. И это все? Это все? Это все? Ты прижал ее к стене и больше ничего, там никак-то не прижать, там еще захватить за ляжечку то, что ты сделал только что в танце. Но это было в танце, сделай это сейчас у стены красиво. Прижми ее, там, я не знаю, зажми, шейку подыши. Ну, пожалуйста, Дима, покажи свои мужские начало. Никто не знает, где ты, моя Атлантида. Сейчас по-любому будет в отражении, вот здесь вот посмотрите, в отражении будет, в отражении окна напротив, будет, мне кажется, оператор. Да, вон камера видно. Кстати, вернулись к тематике, опять же, вот этого ночного города, нагнетения, и сейчас идет уже опять возврат к четкой, правильной, крутой теме, а не к Ла-Ла-Лэнду. Ну, такой смешной толчок был, как брата, как друг. Эй, друг, ты что? Я же сказал, будет Джон Уик. Просто Джон Уик, фильм, третья часть, главной роли Дима Белан. А, вот как раз, я попытался в припеве найти символизм «Я тебя не отдам никому, девочка, не плачь», но вот, видать, он ее защищает, защитник. «Мои печи, твои стены, тебя не найдут, ты уже девочка, не плачь». Реклама с Марта. Катался, кстати, на каршеринге, пробовал эту машинку на, как она, U-Drive. Если вам интересно, переходите по ссылке в описании в этот влог и зацените мою реакцию. Я, двухметровая шпала, влез в эту машину. «Плачь, я тебя обниму, не отдам никому, и с тобой буду тут, моя девочка». Господи, опять вот это «ту-ту-ту-ту». «Моя девочка». «Моя девочка». Просто, короче, заучили вот это движение, мне кажется, я его уже уучил. Ногами раз-раз в сторону, раз-раз в сторону. Потом вот это чуть-чуть рукой, и все, весь танец. Что такое, а? Мне кажется, Дима сам придумал этот танец, и чтобы не было им сложнее, тем более девушка всё-таки на каблуках. Он положил руку на смарт, и... Неплохая концовочка. Подытожим. В данном случае, на мой субъективный взгляд, это тот случай, когда трек выводит клип. Клип на... не знаю... Давайте будем по 7-бальной оценивать. У меня будет 7-бальная шкала, моя любимая цифра 7. По 7-бальной шкале давайте я поставлю ему... Моя! Это моя шкала, следует на моя оценка. Я поставлю этому клипу 4, потому что я считаю, Дима может лучше, и... не знаю, не знаю. Мне хотелось видеть продолжение вот этого Джона Уика, вот этого нагнетения, особенно после фильма. Но я обожаю эту песню, буду продолжать её слушать на репите, петь в караоке и прочее. Я обожаю этот трек, обожаю творчество Димы, ни в коем разе. Я просто считаю, что... критикуешь, предлагай. Предлагаю. Если бы продолжался сценарий этого фильма, то, ну, как бы сценарий нагнетения ночной жизни было бы куда интереснее. Ну, как по мне, чуть побольше конфликтов, чтобы в клубе было побольше народу, а то в клубе получается два человека, и они танцуют чуть-чуть немножко не в стиль клуба, да. Какие-то танцы такие бальные получились, да. До девяти вечера бальные танцы, да, потом все мальчики и девочки до двенадцати уходят лет, а потом приходят взрослые дяди и тёки и начинают серьёзно там заниматься какими-нибудь шаффл, R&B, баттлами, версусами, крутыми стилями. Вот. Ну и скажу так. Клип норм. Хотелось бы лучше. Если данный формат видео вам понравилось и вы хотите дать возможность жить данной рубрике, поставьте палец вверх этому видео, чтобы я понимал, что вам понравилась моя реакция на клипы, и, возможно, мы запишем и будем продолжать обозревать другие музыкальные клипы. Ну а с вами был Мика. Всем пока. Иду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.